Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк к этому видео, также подписывайтесь на нашу официальную группу ВКонтакте. А сегодня мы начинаем серию видеоуроков. Называется она «С нуля до Junior PHP Developer». Что будет в этом курсе? Мы познакомимся с основами языка PHP 7, поговорим обо всех тонкостях и нюансах данного языка. После изучения основ мы плавно перейдем к практике. Будем разрабатывать либо свою CMS-систему, либо простенький интернет-магазин. Кто что больше хочет видеть, пишите свое мнение в комментариях. Этот курс будет полезен как и совсем новичку, так и человеку, который уже пытался разобраться с основами. Для начала я вам расскажу, что такое PHP, где он применяется, ну и вообще зачем он все-таки нужен. Я постараюсь кратко ответить на данные вопросы. Язык создан для написания сложных веб-приложений. PHP применяется тогда, когда нужно какую-либо информацию хранить на сервере. Также язык PHP служит в первую очередь для генерации веб-страниц. То есть в зависимости от запроса пользователя можно генерировать различные страницы. Такая генерация страниц в зависимости от запроса пользователя называется динамическим сайтом. Если говорить о функционале, то PHP дает возможность сделать, допустим, отправку формы, реализацию регистрации, а также авторизации на сайте. Также дает возможность работать с базами данных и многое другое. Для изучения PHP вам понадобятся базовые знания HTML и JavaScript. CSS на данном этапе можно упустить, он нам изначально особо не понадобится. Но в дальнейшем я вам рекомендую хорошо изучить и CSS. Что ж, перейдем дальше. Как уже упоминалось ранее, для того, чтобы разрабатывать и отлаживать скрипты, вам понадобится работающий веб-сервер. Мы будем использовать OpenServer. Вы заходите на сайт, ссылку я, конечно, оставлю в описании. Переходите в раздел «Скачать», ну и далее скачиваете. После того, как вы скачали OpenServer, нам нужно его запустить и настроить. Давайте же откроем его. Далее он у нас появится в нижнем меню. И перейдем к настройкам. Далее перейдем в раздел «Модули». И смотрите, если здесь у вас выставлено PHP 5.6, 5, либо 5.4, то вам обязательно нужно его сменить на последнюю версию. Если вы сейчас скачаете, то, возможно, это будет уже 7.1 или выше. И также Apache вам нужно поставить соответствующей версии. Также вы можете настроить данный веб-сервер под себя. То есть здесь достаточно много различных настроек. Все это нужно сделать потому, что если у вас стоит версия 5, то многие из примеров в данном курсе у вас работать не будут. Кто-то, возможно, смотрел уроки других авторов по PHP. Это могли быть 2, 3 или 5 годичные давности уроки. Там вы, возможно, использовали Denver. Но он очень устарел, так что у вас на нем многое не заработает. Я вам советую скачать OpenServer. Также в PHP 7 множество нововведений, о которых мы поговорим немного позже. Хорошо, я вам предлагаю идти дальше. Сервер мы настроили. Теперь я вам советую установить специализированную IDE для разработки. Это может быть PHPStorm, который буду использовать я. Он, по-моему, платный. Но если вы студент, то можете оформить бесплатную студенческую лицензию. Также там, по-моему, есть еще возможности как-то оформить бесплатно. В общем, я вам советую обязательно рассмотреть PHPStorm. Также ссылку на него я оставлю в описании. Очень удобная вещь. Также это может быть и NetBeans IDE. Она на самом деле является бесплатной. Ну, или вы можете использовать редакторы кода, такие как Sublime Text, Atom, ну и другие. Там Brackets есть еще интересный. Отдельное видео по PHPStorm скоро выйдет на канале. Там я расскажу о всех нюансах работы с данной IDE. Что ж, давайте вернемся к PHP и запустим наш веб-сервер. Точнее, давайте для начала мы создадим в его папке OpenServer в папке Domains какой-либо сайт. То есть, может быть, Project. Также название должно быть без пробелов обязательно, потому что так он не отобразится. И в данной папке Project мы создадим файл Index.php, который у нас будет выводить традиционную для всех уроков по программированию фразу Hello World. Давайте запустим Index.php с помощью PHPStorm. Подождем, пока она загрузится. Давайте все закроем. Смотрите, все начинается в PHP с угловой скобки. Далее вопрос PHP. Также это нужно закрыть. Это означает, что в этой области мы будем писать PHP-код. Вы также его можете использовать и с HTML. Далее мы воспользуемся методом echo. И выведем нашу надпись Hello World. Также не забудьте поставить точку с запятой в конце вашей строки. Теперь давайте запустим наш веб-сервер. И запустим наш проект. Как вы видите, мы убедились, что все работает. Мы вывели нашу надпись Hello World. В принципе, я думаю, что этот момент понятен. Также я вам предлагаю рассмотреть и чуть-чуть более сложный пример для того, чтобы почувствовать синтаксис данного языка программирования PHP. Для этого мы перейдем обратно в наш редактор кода, либо IDE. И вам нужно удалить данную область PHP, поставить восклицательный знак, нажать Tab. И вот у вас появится сразу весь код. Здесь мы запишем наш PHP-код. Далее, ну, как вы уже поняли, что здесь вы можете использовать также и HTML-теги, такие как h1, ну и вообще другие. И записать там, допустим, Hello, что выведется у нас. Здесь мы, давайте, допустим, вычислим текущую дату в формате день, месяц и год. Сейчас создадим переменную dat. Переменная создается с помощью значка доллара. Далее мы приравниваем ее к значению нашего метода date. И далее ставим так, как мы хотим видеть наше значение date, month и year. То есть день, месяц и год. И также не забудьте поставить точку с запятой. Далее нам нужно обязательно вывести нашу переменную для того, чтобы она была видна. И посмотрим, как это будет выглядеть. Забыл упомянуть, что эта область должна быть у нас в кавычках. И, в принципе, вот вывелась наша дата. Далее давайте закомментируем эту область. Комментарии, кстати, ставятся так же, как и в других языках программирования, в принципе, которые мы изучали. Далее давайте мы можем вычислить также и текущее время. Давайте я скопирую, вставлю. Здесь у нас будет время, минуты и секунды. И также выведем, не будем менять переменную сейчас. Так как у нас время считается по нашему веб-серверу, либо если у вас хостинг, то по вашему хостингу, и это нужно как бы настроить, то у нас время вводится 3 часа 55 минут, то есть московское время. Хорошо. Также мы можем вывести квадраты и кубы первых 5 натуральных чисел, предположим. Давайте воспользуемся циклом for, в котором у нас будет переменная i, которая изначально равна 1. Далее i у нас должна быть меньше или равна 5. Ну и далее значение i у нас будет выводиться. Далее нам нужно вывести с помощью эха наше значение. То есть здесь будет переменная i, она будет умножена также на переменную i. Думаю, что просто очень. И, как вы видите, здесь мы забыли поставить значок нашей переменной. И после этого у нас выведется наше значение 1, 4, 9, 16 и 25. Также мы можем вывести и в кубе. Для этого скопируем нашу переменную и умножим на нее еще раз. Ну и, в принципе, вот все очень просто. 1, 8, 27, 64 и 125. Думаю, что, в принципе, урок понятен. В следующем уроке будет поинтереснее. Перейдем уже к более продуктивному кодингу. Синтаксис любого языка программирования гораздо легче у нас будет почувствовать на живых примерах. Поэтому со следующего урока мы и приступим. В целом это все на сегодняшний урок. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. До новых встреч. И пока.